В середине XIX века один из известных христианских деятелей сказал «Молитва без работы – это попрошайничество, а работа без молитвы – это каторга». Он известен как человек молитвы и как человек действия. Его звали Хадсон Тейлор. Он является основателем внутренней христианской миссии Китая. Джеймс Хадсон Тейлор родился в Бранслей, Йокшир, в 1832 году. Его отец был фармацептом и непрофессиональным проповедником в юридической церкви и увлек сына идеей миссионерства. 1853 год. Тейлор, которому исполнилось 21 год, отплыл в Китай. 1854 год. Он прибыл в Шанхай. 1860 год. Хадсоном Тейлором была создана китайская внутренняя миссия, которая имела межконфессиональный характер. 1865 год. Китайская внутренняя миссия официально зарегистрировали, и Тейлор отправился в Китай с женой, четырьмя детьми и пятнадцатью новыми добровольцами. Июнь 1900 года. Императорский декрет из Пекина провозгласил смерть всем иностранцам и искоренение христианства. Последовало крупнейшее в истории мира уничтожение миссионеров. Были зверски убиты 135 миссионеров. 1905 год. Хадсон Тейлор завершил свой жизненный путь. 1914 год. Китайская внутренняя миссия стала самой крупной миссионерской организацией. В чем причина успеха Хадсона Тейлора? Почему служение, которое он начал 159 лет назад, не только не исчезло, но до сих пор приносит плоды? Секрет Хадсона Тейлора прост. Его молитва к Богу была источником его действия. Он не просто обращался к Творцу, излагая свои нужды. Но молитва была источником его вдохновения. То, что двигало им. В чем он находил утешение в час скорби. Как ни парадоксально, но порою нашу молитву можно иллюстрировать сценой, описанной в деянии апостола 1 глава, когда воскресший миссия был восхищен на небо. Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг представила им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознейшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Как и апостола, мы до такой степени устремляемся в небо и духовные переживания, что забываем о том великом поручении, которое дал Иисус каждому верующему. «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Быть Его свидетелями и делать учеников, погружая их в реальность живых отношений с Богом Израиля». «Ибо я не стыжусь благовестования Христова, потому что оно истило Божие ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинною». Я не умоляюсь всего молитвы, но, к сожалению, многие христиане почему-то решили, что молитва – это именно то одно единственное дело, которое они будут делать. Они ждут, что другие пойдут и понесут Евангелие евреям. Они молятся и ничего не делают. «Молиться за Израиль во спасение необходимо, и это действительно воля Иисуса Христа. Но важно не забывать, что молитва ради молитвы делает нас похожими на апостолов, которые стоят и смотрят в небо. И тогда Господь пошлет к нам ангела или человека, который напомнит нам, что наша главная цель – нести спасение, нести Евангелие погибающим людям, евреям и неевреям. «Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою без дел моих». Изучайте Священное Писание, Библию, и вы увидите то, что Бог говорит об Израиле. Молитесь об Израиле в свете обетований Нового Завета, в которых говорится, что от падения Израиля до времени, и что придет время, когда Бог восстановит Израиль, как народ Божьей славы. Просите у Бога, чтобы Он послал вашу жизнь евреев, которым вы сможете свидетельствовать о еврейской мессии Иисусе Христе. Чтобы Святой Дух убирал ожесточение неприязни и сердец евреев, которые обусловлены тысячелетиями гонений евреев в христианской церкви. Я верю, что вы увидите, как Бог чудесным образом начнет производить великую работу вокруг вас и через вас, и вы станете не только свидетелями, но и участниками великих Божьих дел. Субтитры создавал DimaTorzok